Приветствую, дорогие друзья! Сегодня мы вновь выходим на орбиту футбольную, потому что очень много интересного проходит на европейском уровне, и пока страсти вокруг Кубков Европы, у нас не менее страсти связаны с местным футболом, поэтому не случайно. У нас сегодня гость, президент Городской Федерации Футбола Александр Станиславович Пасечный, человек, который очень многое делал для того, чтобы местный футбол был очень интересен, развит и организован. Поэтому, Александр, дело в том, что сейчас уже заканчивается летний сезон, у нас есть возможность подвести итоги, и хотелось бы сразу узнать, чем отличался этот год нынешний от прошлого или от других лет. Тем более 7 лет вы возглавляете эту федерацию. Сезон еще не закончился, да, подводим итоги. Чем отличается? Ну, наверное, самое интересное, что, несмотря на сложные времена, у нас наибольшее количество команд. То есть, такое, знаете, как вопреки сложностям, ребята играют в футбол, хотят, особенно много молодежи пришло в этом году. У нас много появилось любительских команд, которые, знаете, как команда со дворов собирается, которые там где-то в школе вместе учились в дворах и играли в футбол. Много пришло дворовых команд в такое, скажем так, относительно серьезное соревнование по гиде Федерации Футбола. Вот, поэтому в этом, получается, у нас 4 группы было, что в мини-футболе, что в большом футболе. В большом футболе это вообще такое, достаточно много для Николая, скажем, в соседних регионах все гораздо хуже. Вот, поэтому мы очень рады, что приходят ребята, значит, мы правильно освещаем соревнования, вот, благодаря тоже вашей программе. Правильно, честно проводим свои соревнования, поэтому мы рады приветствовать новых участников. Поэтому этот чемпионат, этот год шел под гидой, и очень много новых людей, мы рады их приветствовать в нашей футбольной семье. Александр, дело в том, что вот 7 лет уже у руля такой организации, которая хватает очень много и по массовости. Вот, как удается создавать такой настрой хороший, создавать новые команды, привлекать много людей? Вот, несмотря на то, что сейчас настроения такие вот связанные с экономикой, с политикой, очень сложные, все-таки они находят радость в футболе. Как удается, приобретая этот опыт каждый раз, а? Смотрите, мы не создаем команды, мы создаем условия для того, чтобы... Они растут сами, да? Да, для того, чтобы команды развивались и получали удовольствие, играя в футбол, и в честной борьбе выявлять победителя. Поэтому мы стараемся сделать правильное освещение, честные соревнования, удобные условия для всех участников, и поэтому, я думаю, люди к нам тянутся. Когда ты работаешь честно, правильно, открыто, люди это понимают, и идут к нам, и нам это приятно. Ну, аглядываясь на этот уходящий сезон футбольный летний, надо сказать, что каждый год у вас есть лидеры в разное время. Торпеда была, степовое, сейчас появилась в Раде, как бьет всех подряд, моль в страфе поражения. Что это за команда, почему она отлично выступает в городском чемпионате и в областном? Ну, я скажу, скажем так, в этой команде собраны лучшие футболисты города Николаева. То есть футболисты, которые защищали честь энергии, МФК Николаева, ну, то есть там сплошный звездный состав. Это хорошо, потому что они так вроде имеются уже заранее... Это всегда хорошо, когда есть сильная команда, мы надеемся, что она будет представлять город Николаев и область Николаевскую на всеукраинских соревнованиях. Потому что это люди, которые поиграли в командах мастеров, поэтому сам Бог велел играть, скажем, во второй лиге. Мы надеемся, что будет у нас команда еще второй лиги возродиться. Это важный этап, ну, это очень важно, потому что у нас такой небольшой пробел между нашей главной командой, да, и командами аматорского, любительского футбола. Поэтому ждем их в всеукраинских соревнованиях. А, ну, вообще эта команда, ну, там, многолетняя команда в основном создана на базе команды из Типового. После смерти Владимира Григорьевича Погорелова, светлая ему память, ушла целая эпоха. Ну, я знаю, что президент в Радиевке поддержал эту команду, они закончили соревнования городские, да. Ну, и создана команда, которая, надеюсь, будет представлять команду на всеукраинских соревнованиях. Вот, кстати, об этом, потому что сейчас проходит такой очень интересный эксперимент, когда представители сборной областей соревнуются между собой во всей Украине. И тогда будут определять, ну, это, наверное, молодые таланты. Вообще, какая цель у таких турниров межобластных? Ну, самое главное, я думаю, что, во-первых, это интересно, вначале сейчас ведет это пока тяжело, но сама идея правильная, это как сборная Украины играет, а есть клубная команда, и также есть, если сейчас будет сборная области. Самое главное, туда не допускаются футболисты, которые имели профессиональные контракты, и в основном это молодежь, которая имеет такой второй шанс засветиться на всеукраинском уровне, может быть, их заметят скауты, скажем, по Америке, ну, агенты футбольные, и, может быть, кого-то недооценили ребята, они уже прошли свой путь в аматорском футболе, достойно играть в Украине, во-вторых, в профессиональный футбол. Поэтому будем надеяться, что заметят и наших ребят. Вот еще очень интересное направление вашей городской федерации – это работа с детьми, те, кто не охвачен футбольными школами нашего города, детско-спортивными школами. И вот сейчас в эти минуты там идет награждение, а президент здесь у нас, его заместитель, проводит такое торжество, вот, работа с детьми, и вот, в частности, с ПТУ, училищами. Ну, ПТУ сейчас проводятся соревнования, вот они сегодня заканчиваются по мини-футболу. А детский чемпионат наш идет по системе осень-весна, как обычные чемпионаты. Участвуют у нас сейчас четыре возрастные группы, они разделены на две возрастных, скажем, две возрастные группы, заканчиваем мы его традиционно 1 июня, к Дню защиты детей. Вот зимой проводится у нас чемпионат по футзалу среди детей. Традиционно есть команды, которые профессиональную футбольную школу, есть команды, которые не футбольную школу представляют, скажем, не только. Ну, лидеры, как всегда, у нас, чаще всего у нас это наша все-таки профессиональная футбольная школа, где хороший подбор сильных тренеров, тренерского штаба. Это из Дюшор Николаев, это Дюшор 5 и, конечно, на Торпедо. Больше на последние годы, больше всего они, ну, игровые детские турниры. Потому что правильно поставили на систему работы. Ну, мы стараемся сделать так, чтобы дети получили игровой процесс. Они раньше ездили на турниры разовые, все время искали, где эти спарринги в Херсоне, в Мариуполе. Ну, это почти однодневки, такие турниры. Они на несколько дней выезжали, или во Львов ездили. То есть, понятно, они и сейчас будут ездить, для того, чтобы обмениваться опытом, но все-таки мы сделали так, чтобы они каждые выходные получали игровую практику, детки маленькие. Светлана Голосева, дело в том, что у вас очень много команд, названия совершенно необычные, оригинальные, но тут просто фантазия настолько богатая. Вот много команд. А есть недовольные чем-то, да? Ну, конечно. Есть, да? Ну, футбол, потому что футбол – это эмоции, короче. И когда люди на эмоциях, то и каждый хочет победить, потому что это спорт, это победа, это счастье, и есть горечь поражения. Поэтому, конечно, есть скандалы, есть суперэтики, скажем, да, есть недовольство. Как правило, эмоции проходят на второй день, и нет, у нас никаких скандалов, но в день игры кипят эмоции. Это вообще хорошо. На самом деле так и должно быть. Люди пришли получить эмоции, получить разряд какой-то, побороться в футбол-контактный вид спорта. Поэтому есть столкновения, есть травмы. Ну, это часть футбола все. И так же, как и незабитые голы в пустые ворта, как и судейские ошибки, то есть это все тоже часть футбола. Поэтому мы говорим о том, что мы стараемся сделать себя непредвзятым, а то, что ошибки бывают, это понятно. Сейчас очень важный момент для нашей страны – выборы. И я не знаю, насколько вот этот политический акт повлияет на развитие культуры, физкультуры, спорта, в частности футбола. Потому что теперь, вроде бы, теперь на местах будут решаться очень многие вопросы, на твой взгляд. Сейчас пока неопределенное, может быть, есть чувство оптимизма, ожидания такого не верят. Что будет связано с нашим родным футболом? Ну, во-первых, хотелось бы, чтобы были эти обещания выполнены. И, конечно, футбол получил свою долю финансирования. Это очень важно, потому что футбол – это очень сложный материальный вид спорта. Потому что очень много людей задействовано для того, чтобы создать футбольную команду. Это, ну, больше всего, наверное, да, там, допустим. То есть это только там минимум 20 футболистов, врачи, тренера, президенты, начальники команды, администраторы. То есть футбол – это такой очень сложный вид спорта. Очень сложно организовать ребятам. На самом деле, просто их обзвонить на игру, даже в любительском футболе, собрать 20 человек, чтобы они пришли в то время на игру – это тоже достаточно сложно. Бывает у некоторых, ну, у некоторых команд это сложно собраться просто на игру. Поэтому, конечно, плюс, ну, у нас очень страдает сильная инфраструктура. Просто это, ну, ужасающая ситуация у нас. У нас поля, ну, не соответствует половине, большинство полей, не два искусственных, не два больших поля. Я не знаю, мы бы, наверное, мучились просто. Где растить смену, понимаете? У нас нет спортзала со стандартными размерами. Поэтому, конечно, мы надеемся, что когда, сейчас вот если этот закон весь в местном самоуправлении, да, там, финансирование пройдет, то мы, конечно, хотелось бы, чтобы не то, чтобы там Федерации футбола помогли, а помогли реальной инфраструктуре, которая могла бы позволить заниматься молодежи и детям, спортом, потому что это здоровье нации, в первую очередь. Дело в том, что футбол у нас все погодные. Вы от 1 января до 31 декабря все время живете этим. И самое интересное, что каждый турнир, их очень много, мини-футбол, фок, значит, ну, в общем, футзал, большой футбол. И каждый из них завершается настолько интересно, где вы достаете эти призы, какой стимул у тех, кто приходит на поле играть, завоевывать эти призы, бороться. Может, некоторые просто символически хотят поучаствовать, некоторые бороться за медаль, за кубок. Ну, вы знаете, в первую очередь, главное не медаль, а сам почет, уважение, что ты стал чемпионом города, например, победителем первенства. А, скажите, награждение, это вообще, я вам скажу, такой праздник, вот, тебя всей командой собираются, ну, действительно хвастаются этим. То есть, самое главное, ну, для меня, например, очень почетно, что я когда был как футболистом чемпионом города, потом как тренер чемпионом. Ну, это очень почетно, нет, внутренне, скажем, и для многих очень людей это очень важно. Ну, это как бы, чем, ну, даже любая победа, это победа даже просто, ты стал лучше, стал сильнее, это тоже победа. То есть, не обязательно победа должна быть выражена в медали. Ну, говоря о победах, надо сказать, что в высшей лиге победила команда в Радьевке, где основа была кола Степового, но за второе место пройдет борьба твоей родной команды Варваровка и Скиф. Я не знаю, скоро мы узнаем победителя, но вообще твои дети продолжают участвовать в футболе, сам ты рвешься в команде ветеранов. Ну, в общем, какая перспектива, что у нас впереди, потому что впереди зимний чемпионат, что еще впереди ждет нас? Ну, мы большой футбол заканчиваем, еще у нас игра за второе место, вы правильно сказали. Еще у нас полуфинал, один финалист Кубка города приделся, это Варановка наш, многолетний участник, да, Игорь Новымин как президент. Варваровка тренер, Беличко Алексей, Скиф-центр Алексей, Максимов тренер, да, тут сейчас будут тоже полуфинали, сошлись. Они будут играть за второе место, третье распределять и за выход в финал Кубка города. Вот, у нас еще жаркая борьба идет в первой лиге, там претендуют четыре команды, например, Витера, Ингулец, Каскад, Лия. Вот, и, ну, во второй и в любительской лиге уже определились, да, у нас чемпионы. Вот, еще продолжает симпионат, ну и зимнее первенство у нас начинается уже, мы, наверное, раньше в этом году начнем, вот, уже в конце ноября. И футзал начинается в начале ноября, поэтому тоже команды, которые еще не знают, ну, не определились или тянут, надо побыстрее заявляться, что не успеете. Ну что, Александр Станиславович Пасечный, президент нашей городской футбольной федерации, сделал такой пробег стремительный, спритерский по футбольным делам. Обозначили, конечно, нужно говорить очень много об этом интересном деле, важном. Здесь городская федерация футбола во главе с Пасечной делает очень много для того, чтобы Николаевский футбол на высоком уровне. Переносил радость людям, тем, кто занимается этим. Ну, а вы делаете очень благородное и важное дело. Успехов! Спасибо большое. Всего хорошего. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин